Которые меня просили поговорить прежде всего. И действительно, эта просьба, она обоснована ваших лидеров мнений. Обоснована. Сегодня мы с вами будем говорить на тему о злокачественных новообразованиях. Или в простонародье рак. Чаще всего мы слышим такое название. И мы сегодня поговорим, что вообще это за такое новообразование злокачественное или рак. Почему я говорю новообразование злокачественное? Потому что это может быть рак, это может быть саркома, это может быть другие названия, но это всё злокачественные новообразования, то есть те, которые приводят в ряде случаев к летальному исходу. Но, к счастью, не всегда так случается. И именно об этом, о том, как сделать, чтобы этого не произошло, мы, собственно, сегодня с вами и будем говорить. Но прежде чем предупредить, мы должны знать, что мы предупреждаем, о чём мы хотим позаботиться, чтобы этого не случилось. Поэтому я вам хочу рассказать, во-первых, о том, почему эта тема выбрана сегодняшней первой темой. Вот официальные рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые они заканчивают каждый свой годовой отчёт. Вот один из отчётов и прогнозов Всемирной организации здравоохранения чётко показывает, что количество новых случаев онкологических заболеваний прогнозируется к росту. В любых странах, ни в зависимости ни от чего, от экономического развития, в любых странах планируется рост. Меньше в развитых странах, и я объясню вам почему, больше в развивающихся странах и в общей сложности по миру прогнозируется к 2035 году довольно существенный рост, друзья. Довольно существенный рост. И рост этот составляет, почему я говорю существенный, это примерно на 70% рост онкологической патологии. Что провоцирует развитие, вот такой рост, он же должен чем-то быть провоцирован, какие-то факторы должны повлиять, чтобы это случилось, понимаете, чтобы возникло онкологическое заболевание. Так вот, эти четыре группы, я не говорю фактора, а четыре группы факторов, которые чаще всего провоцируют развитие онкологической патологии. Это хронические стрессовые ситуации. Вы сейчас улыбнулись, многие, я думаю. Это злоупотребление премием, злоупотребление приема алкоголя, это неправильное питание и это низкая физическая активность. То есть если мы все это вместе объединим в одно, это называется здоровый образ жизни. То есть мотивация вести здоровый образ жизни очень низкая на сегодняшний день. Очень низкая мотивация. И мы с вами должны ее повысить, конечно, как сторонники профилактики, как сторонники этой здоровой жизни, здоровой жизни. Что еще провоцирует? Я не говорю в большей или меньшей степени. Скорее всего, это в равных степенях факторы, группы факторов влияют друг на друга, определяют друг друга. Это некоторые хронические инфекции. Вирусные, бактериальные, грибковые инфекции. Они также могут быть причиной развития онкологической патологии. И это иммунодефицитные состояния. И вы, если взглянете на эти все четыре группы факторов, понимаете, почему мы с вами об этом говорим, друзья. С вами именно тех, с теми, у кого в руках удивительные продукты, о которых я, конечно, обязательно расскажу позднее, как они включаются в работу в этом. Давайте разберемся, что же такое раковая опухоль. Ну, прежде всего, это разрастание раковой клетки, злокачественной. Давайте я буду говорить раковая, чтобы было понятно и чтобы было покороче, не всякий раз говорить, что клетка злокачественная, новое образование. Мы с вами условимся, что раковая опухоль, это я буду подразумевать, все опухоли, которые являются злокачественными. Итак, клетка, клетка, вот так, кстати сказать, она выглядит под микроскопом. Это вот эритроциты крови, это лимфоциты крови, вы видите, да? И вот это раковая клетка под микроскопом у больного, который страдает раком крови. А вот здесь схематически изображена клетка, вообще клетка. Вот это ее мембрана, вот это ядро клетки, а это ее органоиды. Вот в частности здесь показана рибосома. И посмотрите, что происходит. Раковая клетка, это когда-то клетка, которая была наша с вами родная, обыкновенная, хорошая, здоровая, правильно функционирующая клетка. И в какой-то момент вот все те группы факторов, о которых мы только что проговорили, повлияли настолько на вас, на ваш организм, что произошел слом белковой структуры, какой-то, какой-то белковой структуры. Вот она здесь показана, измененная белковая структура. Вот это белок, который состоит из множества аминокислот. А что значит измененный? Ну, например, аминокислоты в белке друг за другом следуют в порядке, в определенном. Ну, условно, А, Б, С, Д, да? Это белок хорошей, правильной клетки. Если под воздействием какого-то фактора, сильно действующего, резкого, неожиданного, происходит удар по этому белку, и молекулы перестраиваются в другом порядке, в каком-то месте, то это уже другой белок, у которого совершенно другие функции. Абсолютно. То есть он уже стал инородным, неправильным. И так вот, если этот белок попадает в определенный цикл, и вот видите, здесь вот ДНК, происходит поломка, мутация называется ДНК, мутация, и уже клетка изменяется и функционирует не так, как должна функционировать. То есть она становится инородной клеткой, чужой для того органа, в котором эта клетка существовала до сих пор. Чужой. Но пока это одна клетка, это не страшно. Но что самое страшное? Такие клетки начинают бесконтрольно делиться. То есть они делятся не в том порядке, как положено в этом органе, а делятся сами по себе, так, как захотят. И тогда происходит рост. И тогда появляется видимая уже опухоль. Потому что когда это только одна клетка, пока мы еще ее не видим. Пока мы еще ее не видим. Более того, такие клетки не воспринимают и не реагируют на сигналы соседних физиологически здоровых клеток. Они стали чужими. Они не разговаривают друг с другом. Понимаете? Это очень важно. Очень важно для того, чтобы понять, почему мы сначала не заболеваем так долго. Ведь у нас симптомы, заболевания, у кого это случается, появляются, когда уже третья и четвертая стадия. Третья и четвертая стадия. И я вам чуть попозже объясню, почему. Так вот. Что еще, чем отличается эта клетка, инородная клетка? Она имеет способность с током крови из одного органа переходить в другой. Физиологические клетки такого свойства не имеет. Они живут только в органе, в котором они живут. Который формирует орган. Вот. И что еще важно для этого, для развития, что эта клетка, инородная, она остается незрелой клеткой. То есть она не выполняет функции того органа, в котором она образовалась. Не выполняет функции. Вот что такое онкологическая клетка. Мы с вами разобрались. Давайте теперь посмотрим дальше. Я вам хочу напомнить, что мы-то с вами в итоге, это вот системы, органы, ткани, в итоге тоже мы состоим из клеток. И каждый орган состоит из клеток. И каждая система органов состоит из клеток в итоге. И в итоге мы с вами многоклеточный живой организм. Многоклеточный живой организм. Поэтому говоря о клетке, в частности сегодня об раковой клетке, мы, я об этом вам напоминаю, что мы тоже многоклеточный организм. И поэтому клеток этих наших в организме очень-очень-очень много. Очень много. И, соответственно, мутации эти, о которых я вам говорила, могут возникнуть в любом из органов, в любой системе. В любой. Вот я вам здесь привожу несколько примеров наиболее часто встречающихся локализаций. Наиболее часто это лёгкие почки, молочная железа, матка у женщин, щитовидная железа, печень, желудок и гортань. Вот это наиболее часто встречающиеся, если мы посмотрим по частоте встречаемости этой патологии. Почему я вам объяснить хотела, почему мы не сразу понимаем, что у нас образовалась такая клетка и что она начинает расти. Ну, давайте возьмём любой орган, неважно какой, ну давайте вот желудок. То есть сначала эта клетка, мы её вообще не видим, и желудок выполняет свою работу. Вот она где-то здесь образовалась одна, а все остальные клетки функционально здоровы, и мы её не видим. Но она, мы говорили, что у неё бесконтрольное деление, она начинает делиться, делиться, делиться. И становится больше. Вот поэтому через какое-то время она выросла, но по-прежнему здоровых клеток очень много. И они выполняют за это неправильную, да, будем говорить, образование, функцию. И опять мы не чувствуем, что у нас какие-то нелады с желудком. И так вот рост идёт, идёт. И когда этот рост достигает критических размеров, когда эти клетки с током крови, как мы уже сказали, они способны на это, в отличие от других здоровых клеток желудка, распространиться и в печень, и в лёгкие, и в почки, и в головной мозг, и куда угодно, где застрянет она с током крови, там она и оседает. Но при этом она продолжает размножаться. И поэтому там, где она уже осела, продолжает, начинает тоже размножаться. То есть она зацепляется, и там начинает в другом уже органе размножаться. Это называется метастазом. То есть основная опухоль, она вот здесь. А с током крови уже пошли метастазы. И тогда мы начинаем ощущать, что у нас что-то с желудком. И когда приходим, то это уже стадия с метастазами. Вот поэтому, друзья, и так касается каждого органа. Так касается каждого органа. Есть лечение? Конечно, есть. Я вот вам просто их перечислю, какие лечения есть. Есть радикальное, прежде всего, удаление опухоли, если это возможно. Есть лучевая терапия, химиотерапия. Но я ваше внимание хочу акценсировать вот на этом методе, который в последние 5 лет набирает темпы. И показал свою очень хорошую эффективность по борьбе с онкологией. Очень хорошая. Это иммунотерапия. Иммунотерапия. Вот на этом я и хочу обратить ваше внимание. Как метод лечения. И если вы будете любопытными и заберетесь в интернет, и наберете, что иммунотерапия раковых заболеваний, вы найдете очень много публикаций, научных публикаций на эту тему. Потому что все чаще и чаще эта иммунотерапия потихонечку выходит на главное место в лечении раковых заболеваний. В связи с этим я хочу вам сказать, что мы с вами, учитывая, что профилактика – это наш основной термин, профилактика – это наш с вами основной термин, не наш медицинский. Мы понятно, это понятно, что да, но и ваш тоже, потому что у нас в руках есть удивительный, уникальный продукт под названием белый императорский женьшень. Поэтому сегодня я вас хочу призвать к активному участию в этом национальном проекте. По мере возможностей, конечно, есть у нас работает уже с 2014 года национальный проект здравоохранения. В этом национальном проекте, на который выделены очень большие финансовые средства, работает 8 проектов федеральных. И вот один из них, сейчас, минуточку, я указку включу. И вот один из этих федеральных проектов, посмотрите, называется «Онкологические заболевания. Борьба с онкологическими заболеваниями». То есть этот проект выделен как основной в национальном проекте здравоохранения. Посмотрите на финансовое обеспечение проекта, проекта национального здравоохранения. Львиная доля, 56% финансовых средств, вот от этой суммы, выделена на борьбу с онкологическими заболеваниями. Львиная доля. Почему? Потому что онкологические заболевания являются первой причиной смертности населения в Российской Федерации и второй причиной в причинах заболеваемости. То есть это социально значимое заболевание, потому что дорогостоящие лечения, потому что люди заболевшие, они, соответственно, не выходят на работу, становятся инвалидами и социальные выплаты получают по этому поводу. То есть это затратно. Поэтому выделены огромные денежные средства для того, чтобы с этими заболеваниями найти способ борьбы. И хочу вам сказать, что они много найдены, но это не тема нашей сегодняшней беседы. Мы говорим с вами о профилактике. Вот и движемся дальше в этом направлении. Что ж такое профилактика? Вот есть такой федеральный закон у нас с вами, 323, это 11-го года, он называется «О сохранении здоровья граждан Российской Федерации». И в этом законе очень четко определено, что такое профилактика и что такое диспансеризация. Конечно, вы слышали об этом, о диспансеризации, и я вас призываю всех её обязательно проходить. Так вот, в этом проекте «Диспансеризация» я не буду вам зачитывать, что это такое, я полагаю, что вы все умеете читать, что написано. Так вот, в этом проекте есть принципиальная схема предусмотрена. Диспансеризация предполагает два этапа, и вы сейчас поймёте, почему я вам о ней говорю. Вот посмотрите, первый этап диспансеризации, он включает профилактический медицинский осмотр, и посмотрите, то, что нам с вами сегодня интересно, проведение онкоскрининга, то есть раннее выявление онкологической заболеваний на ранних стадиях, то есть на стадиях, когда можно вылечить человека, а человека можно вылечить на ранней стадии, это однозначно. Вот на это я обращаю ваше внимание, и сейчас в связи с этим покажу вам, какие же онкоскрининги проводятся на этом этапе, чтобы вы были в курсе, и когда вы будете встречаться с вашими потенциальными покупателями или партнёрами, и говорить о женьшине, о нём надо говорить, просто на каждом шагу, вы будете в курсе событий, о которых я вам сейчас рассказываю, поверьте, это очень поднимет ваш рейтинг в беседе, уверяю вас. Так вот, посмотрите, в скрининге что выявляют, вот на шейку матки выявляют, посмотрите, что делают на скрининг молочных желёз, предстательные железы у мужчин, у кишечника и желудочно-кишечного тракта, и кожные заболевания, в том числе и щитовидная железа. То есть всё зависит от возраста и от пола нашего с вами. Вот вы видите, здесь написано, что когда смотреть женщин на что, когда мужчин на что, и как часто этот скрининг надо делать. Вот я вам показываю эту табличку, чтобы вы были в курсе и для себя, во-первых, потому что обязательно нужно проходить, а во-вторых, чтобы вы могли пояснить людям, чтобы они это делали, потому что наш женщин, вот на ранних стадиях выявления патологии, он будет очень классным, и покажу дальше почему, в комплексной терапии. Он просто вообще незаменим. Так. Ну и это на втором этапе, если там какая-то неясность была на первом этапе, и есть подозрения какие-то, то на втором этапе диспансеризации, и которые проводятся бесплатно в поликлинике по месту вашего прикрепления, она проводится в рамках диспансеризации этих исследований, если к ним есть показания. Значит, теперь мы переходим с вами к очень важной и главной нашей циме. Мы поговорим о нашем белом императорском женщине. Вы знаете, конечно, что в своё время Норек получил грамоту о том, что женщин признан как здоровое питание. Был конкурс как здоровое питание. То есть мы смело говорим об этом. И я вот здесь не показала, но, может быть, в следующий раз покажу, найду этот сертификат, он у меня есть, конечно же. Корень белого императорского женщины. Женьшень, вы о нём слышали много легенд, они все соответствуют. Легенды не возникают на пустом месте, поэтому они все соответствуют в той или иной мере тому, что в этих легендах обозначено. И не зря Женьшень называют молоком матери природы, потому что, проведя исследование, выявили специалисты биохимики, профессиональные биохимики, определили 90% схожесть состава Женьшеня с молоком матери. 90% схожесть. Надо сказать, что Женьшень – невероятно капризное растение. Невероятно капризное растение. И чтобы вырастить хорошую, полноценную Женьшень, которая нам с вами будет полезен для нашего с вами употребления, то нужно приложить достаточно много усилий. Сейчас компания выпустила совершенно замечательный ролик о том, где эта Женьшень взращивается, как он обрабатывается и так далее. Единственное, вот посмотрите, показывая вам и говоря о возделывании Женьшени, мы говорим о том, что это действительно возведено в ранг философии какой-то компании. Потому что, что значит лучшие экологические условия? Это значит, что чистая почва, свежий воздух и чистая вода. То есть нет ничего такого, чтобы могло загрязнить почву, в которой эта Женьшень растёт. А я ещё раз повторюсь, это невероятно капризное растение, при этом оно похоже, оно как губка. Вот всё, что есть в почве, оно в себя отбирает. Поэтому вот это условие выращивания в лучших экологических условиях и стоит на первом месте. Почему мы говорим возраст 6 лет? Потому что за 6 лет, если это дикорастущий корень, он тоже ещё не набирает тех биологически активных веществ, которые бы нам хотелось с вами получить. Он же их накапливает не для нас с вами, он их накапливает для себя, для того, чтобы ему жить, развиваться, плодиться, размножаться. У него задача ровно такая же, как у нас. Понимаете? Поэтому мы просто используем его свойства для себя, для того, чтобы он нам помог тоже выжить в этой жизни сложной, где те группы факторов риска, по-моему, все 4 присутствуют, у каждого из нас, который здесь присутствует. Правда? Я не знаю такого человека, у которого бы не было, потому что одно за другим тянет. Есть какая-то патология, вот мы с вами говорили, как причина хронической болезни. Если есть какие-то хронические болезни, обязательно страдает иммунная система. Я сейчас вам про неё, кстати, тоже скажу несколько слов, обязательно, потому что в контексте нашей сегодняшней встречи это очень важная система из 12, одна из 12, которые у нас с вами есть. Так вот, друзья, да, вот Нона, спасибо большое, ролик, прекрасный совершенно ролик сделали о женщине. Так вот, каждый возраст 6 лет. Почему для нас с вами достаточен этот возраст 6 лет? Потому что, вот посмотрите, следующий пункт закалённый, да, то есть каждые 2 года его пересаживают. Что значит каждые 2 года? Ведь отбирают небе и женщине пересаживают. Во-первых, его выкапывают руками, деревянными специальными лопатками, чтобы, не дай бог, не повредить корешочки самые мелкие. Потому что тогда женщина может уснуть на много лет и больше не развиваться. Он капризный, ещё раз повторюсь. Вот, понимаете? И когда мы начинаем вот его пересаживать, мы отбираем самые сильные, самые выжившие, самые крепкие корни. Пересадили выше горы, закаливаем его. Там температура воздуха ниже ночами, выше днём, то есть перепады и так далее. То есть он опять начинает набирать в себя те биологически активные вещества, чтобы выжить, которые нам нужны с вами, которые нам нужны. И так ещё раз, то есть дважды пересадка. И только в этом случае 6-летний женщин становится обладателем тех 37 гензинозидов, которые мы используем и которые нам помогают неимоверно при многих очень состояниях. Да, и почва, на которую он пересаживается, конечно, не используют пестициды никакие, а используют золу, красные сосны, которые специально выращивают. И это тоже невероятно важный момент. Вот, очищает от токсинов. Но не только важно это всё, друзья, вырастить его. Важно ещё и сохранить же нам. И сохранить эти биологически активные вещества... Простите, сейчас, минуточку. Я должна глоток сделать. Сохранить те биологически активные вещества, которые он набрал за эти 6 лет. Иначе, если мы их не сохраним в живом виде, то смысла использовать этот женщин не будет. Он будет обладать другими свойствами. Нельзя нам повреждать эти биологически активные вещества. Это невероятно важный момент. И здесь переработка щадящая. Вот в этом ролике, который вам Нона показывает, ссылку на который обязательно увидите, как это всё делается. Итак, в итоге мы после переработки получаем с вами мелкодисперсный порошок чистого женьшеня. Вот некоторое время, года два, его не было у нас в России, три. Это беда была для меня, например. Потому что я очень рада возвращению этого порошка на рынок российский. Знаю, насколько он эффективен. Очень много пациентов прошло через мои руки с разной патологией и разной степени тяжести этой патологии. Поэтому, друзья, вот просто счастлива, что появился такой порошок. Чем он хорош? Вот ещё уж так радуюсь, да? У нас есть капсулы. Он, вот эта вот мелкая, пудрообразная консистенция порошка позволяет быстро всосаться этому порошку, а следовательно, быстро воздействовать на организм. Второе. Он многофункционален. То есть его можно пить вот в шейкере, да, как мы с вами знаем. Ему можно добавлять в еду, его можно добавлять в крема, да, и пользоваться в косметике. Его, у него нет противопоказаний ни по возрасту, потому что это настолько мелкодисперсно, это меньше, чем детская смесь для малыша новорождённого грудного. Мельче даже. Дисперсность мельче. То есть у него нет противопоказаний вообще ни по полу, ни по возрасту. И это тот продукт, который нам с вами очень нужен для профилактики. Очень нужен для профилактики. Что же такое он успевает накопить? Какие вещества он начинает, успевает накопить за те 6 лет, пока мы его выращиваем? И какие вещества нам, слава богу, удалось сохранить, используя те низкотемпературные технологии, которые используются в его переработке и получении такого порошка? Посмотрите, прежде всего, конечно, это лидер, это основное сапонины. Это большой-большой класс биологически активных веществ. Я вам покажу одну из формул, я показывала на миллениуме, но это просто, чтобы вы представляли и возвратились к тому слайду, где я вам показывала, что мы состоим из молекул. Так вот, сапонины и гензинозиды, это большой класс. Гензинозиды, это и есть сапонины. Просто гинзинг, это с латыни женьшинь. Женьшинь в переводе. Поэтому эти вещества, которые есть в женьшине, названы гензинозидами, потому что такой структуры сапонинов, как в женьшине, нет больше ни в одном растении. Потому что, повторюсь, сапонины, это много, целый класс таких биологически активных веществ, их много, они разнообразные. Поэтому, почему нет картинки? У всех нет картинки, друзья. Слайд есть? Напишите, пожалуйста. Светлана Мальцева пишет, что у неё нет картинки. Есть. Всё, хорошо. Спасибо большое за обратную связь. Так вот, друзья, гензинозиды относятся к классу сапонинов. Это составная часть. Иксатриолы, есть ещё одни такие биологически активные вещества, они просто отличаются атомами и молекулами, которые входят в эти вещества. Так вот, гензинозидов нет ни в одном больше растения. Ни в одном. Поэтому им дали название отдельное. Те гензинозиды, которые входят в состав женщины, те сапонины, которые входят в состав женщины, названы гензинозидами. Что отличает наш порошок женщины, вот BH премиум, о котором мы с вами говорим сегодня, да, вот этот, отличает то, что помимо порошка, в порошке он содержится, естественно, да, потому что мы его сохранили. Сюда еще добавлен отдельно сделанный экстракт этих гензинозидов. То есть гензинозидов здесь больше, чем если бы просто перемололи порошок. Но только гензинозидов. Как бы здесь вот добавили их. Это тоже невероятно важно, потому что они являются основным веществом, которое нам позволяет с уверенностью сказать об эффективности женщины в комплексной терапии, каких-то заболеваний в комплексной терапии или в профилактике полностью. Или в профилактике. Туда также входят углеводы, белки, жиров нет, биологически активные полиацетилены. Входит огромная группа витаминов. Прежде всего, это вся группа витаминов В, и С. Ну и вы видите еще три кислоты, которые также являются, входят в группу витаминов. Очень важные биогенные металлы. Как макро, так и микро. То есть все без этих металлов, если их недостаток в нашем организме, например, вот что вам привести в пример. Ну, например, хром. Если не будет хрома, то не образуется инсулин у нас с вами, поджелудочная железа не образует инсулин. Если не будет селена, то не будет работать хорошо иммунная система. То есть все вот эти биогенные металлы, которые перед вами, они играют важнейшую роль в обмене веществ нашего организма. И получить мы это все можем только из мне. Сами мы эти металлы не вырабатываем ниоткуда, мы не можем это делать. Поэтому почти все витамины и биогенные металлы абсолютно все мы получаем из мне. Я вам обещала показать формулу. Вот так выглядит формула, если мы говорим про биохимию, да, вот это так выглядит формула одного из гензинозидов, одного из гензинозидов нашего женщины. То есть это очень сложное, безазотистое органическое вещество, которое имеет очень высокую активность. Очень высокая активность. И эту активность мы как раз и используем с вами в нашем лечении или профилактике. Напомню вам, что ритмичная работа клетки, мы говорили, что онкологическая клетка образуется, когда происходит в ней нарушение обмена веществ. Нарушение. Когда же это нарушение может произойти? Его может вызвать любой вирус. Вот любая вирусная инфекция, любая, может вызвать такое нарушение, которое явится критичным для вас. И тогда происходит то, о чем я вам говорила в самом начале. Для того, чтобы этого не происходило, в клетке нужно много энергии. И вы, наверное, слышали о том, что есть такое биологически активное вещество, которое называется АТФ, аденозин-трифосфорная кислота. Так вот, эта АТФ, она вырабатывается в такой маленькой органели клеточки. То есть, как мы, наш организм состоит из органов и систем, так клеточка тоже состоит из своих органов. Вот ядро, мы уже о нем сегодня говорили, да? Есть рибосомы, есть аппарат Гольджи, есть там всякие другие, лизосомы. И есть митохондрия, маленькая такая вот туфелька. Вот так она выглядит под микроскопом, поэтому ее назвали туфелькой. Таких митохондрий одной клетки, посмотрите, от полутора до двух с половиной тысяч. Тысяч. И это энергетические станции клетки. И именно в них вырабатывается та самая энергия, то есть вырабатываются молекулы АТФ. Чем больше орган тратит энергии на процессы биологические нашей жизнедеятельности, тем больше митохондрий в этой клетке. Какие-то органы. Это головной мозг, печень, сердце, лидеры. Больше всего в них содержится в клетках головного мозга, в клетках печени, в клетках миокарда, то есть мышечного мешка сердечного сердца, миокарда, содержится больше всего этих митохондрий, потому что очень много нужно. Интенсивная работа идёт в этих органах, где она и ношна. Поэтому напоминаю вам, что всё зависит от них. Если они дают много энергии, то клетка работает ретнично и не образуется шлаковых веществ, которые мешают ей этот ритм сбить, поменять. Поменять. И вызвать какие-то поломки. И прежде всего нас сегодня интересует иммунная система. Она нас вообще всегда интересует. Иммунная система – это клеточки. Вот одна, посмотрите, тут есть клеточки иммунной системы. Это клетки в нашей крови, которые надзирают за чужаками. И если они увидели чужака, они тут же с определёнными сигналами дают знать другим клеткам, киллерам. Есть такие клетки у нас с вами, киллеры. И те клетки по приказу к этому чужаку подбираются и его уничтожают способами определёнными. Так вот, иммунная система надзирает за тем, чтобы наш клеточный состав был постоянным, здоровым, функционирующим. Защищает от всего чужеродного. И иммунная система вместе с мерной системой регулирует абсолютно все физиологические реакции организма, в том числе и регенерацию тканей, то есть восстановление повреждённых тканей. Поэтому если смысл этих клеток только один, системы клеток, потому что это не только клетки, клетки есть ещё органы, система, мы как-нибудь с вами разберём тему на предмет, например, щитовидной железы. Извините, пожалуйста. На предмет щитовидной железы. И мы обязательно вернёмся к этой системе нашей иммунной. И поговорим о ней более подробно. Так вот, сегодня я просто хочу сказать, что биологический смысл этой иммунной системы обеспечить целостность нашего организма на протяжении всей нашей жизни. От рождения и до её окончания. Постоянство. Поэтому если мы заболеваем, наша иммунная система напрягается, и если она хорошо работает, мы поправляемся быстро, потому что она вирус видит, потому что она онкологическую клетку видит, потому что она не пройдёт мимо этой онкологической клетки, и она её уничтожит, эту онкологическую клетку, как чужака. А если иммунная система слабая, она проходит мимо, потому что она не считает, что это чужак, и оставляет его в покое. Мы с вами говорили о метастазах, поэтому не только в органе работают иммунные клетки, но и в крови, соответственно. Поэтому они должны видеть и систем защиты много иммунной системой нашего организма. Но когда слабая иммунная система, все говорят, иммунитет снижен, в простонародье так говорят, снижен иммунитет. На самом деле плохо, когда он снижен, и плохо, когда он слишком возбуждён. Один из вебинаров, если вам это необходимо, мы посвятим вообще иммунной системе, и какие заболевания вызывает сбой в её работе. Извините. Профессиональная болезнь. Много говорю. Надо сказать, что у этого женщины, который сейчас появился, он чуть-чуть погорче, чем был. Это за счёт того, что он усилен и исчерден с динозидами. Это очень хорошо. Если у кого есть сравнивать с чем, то это связано с этим. Итак, друзья, иммунная система. Помните, в начале, когда мы говорили о методах лечения онкологической патологии, мы с вами говорили о том, что иммуннотерапия выходит на первый план. Поэтому вот посмотрите, иммунная система. И давайте теперь посмотрим, как же наши гензинозиды нашего женщины влияют на то, чтобы мы с вами, возвращаясь к дистанциализации, обнаружили на ранних этапах. Обнаружили. И начинаем женщинам иммунной терапии влиять на то, чтобы этот процесс сначала остановить, а потом и способствовать его ликвидации. Значит, смотрите. Я говорила 37 гензинозидов. У нас есть гензинозидов, не сапонинов, а именно гензинозидов, которые есть только в женщине. Они называются минорными. Вот посмотрите. РХ2, М1, РГ3 и олеаноловой кислоты ЗР1. Вот научные исследования. Я вам представляю не свои домыслы какие-то. Это научные исследования проведены. И выяснено, что именно вот эти гензинозиды женщины особенно эффективны в отношении онкологических клеток. В отношении опухолевых клеток то есть мы с вами знаем, что на опухоль, которая возникла, раковую, можно воздействовать двумя путями. Первое, на саму клетку опухолевую прямое действие. И второе действие опосредованно через иммунные клетки. То есть повысив эффективность работы иммунной системы. Так вот, на опухолевые клетки эти гензинозиды изменяют структурно-функциональные свойства мембран онкологической клетки. То есть они нарушают мембрану, которую эту клетку собственно и держит. Благодаря этому еще и возникают стресс-сигнальные такие передачи через опять же другие биологически активные вещества, которые ответственны за убийство этой клетки. И к этой клетке эти клетки, которые системы срабатывают и вызывают апоптос или смерть клетки, съеживание ее сначала, да. Вот апоптос это такое вот съеживание клетки, то есть она как будто бы стареет, вянет и такая вот становится, а и в итоге гибнет. Это первое действие. И второе действие через иммунную систему, когда меняется уже структурно-функциональное свойство иммунных клеток и те органы, которые эти иммунные клетки вырабатывают, они становятся функционально зрелыми, зрячими, соответственно, и видят то, что происходит в организме. Они начинают различать этого чужака и через свои механизмы, через так называемый дыхательный взрыв, то есть через кислородный взрыв, они усиливают работу макрофагов, то есть клеток, которые большие, обволакивают вот так клетки опухолевые и их там переваривают в себе. То есть у нас очень мудрая система. То есть я не собираюсь вам объяснять тонкости этих биохимических процессов, я просто хочу вам, чтобы вы поняли, что гензинозиды и женщины влияют на онкологическую клетку с двух сторон. На опухолевую клетку, как нам таковую, и еще через иммунокомпетентные клетки, усиливая и улучшая эффективность их работы. Ну вот, а так, я хотела вам об этом рассказать, друзья, чтобы вы понимали, поэтому нужно подумать о сохранении здоровья уже сейчас, то есть я хочу сказать, что нужно профилактически, чтобы этого не случилось, женьшень пить. Если уже это случилось, и вы это выяснили на диспансеризации, то на ранних стадиях его тем более нужно пить. Тем более нужно пить. Причем дозировка, конечно, вот меня многие спрашивают, а в какой дозировке. Профилактически это 8 миллиграмм, то есть это та ложечка, которая вложена сверху ложечка на день, раз в день, это будет очень хорошей дозой профилактической. Если же это уже выявлено на ранних стадиях онкология, то, конечно, в каждом конкретном случае нужно смотреть, какая стадия, первая или вторая, где локализация, как есть ли другие сопутствующие заболевания. То есть нужно смотреть, однозначно дозу увеличивать, потому что организм, если уже возникла ранняя онкология, он уже ослаблен, и его иммунная система вот где-то там внизу, она неэффективно работает, неэффективно работает, поэтому, конечно, нужно увеличивать. Если мы выявляем онкологию, тоже есть много вопросов, может быть, я как-то предсказываю ваши какие-то вопросы, если у вас они есть, пожалуйста, задавайте, у нас еще есть время, я постараюсь на них ответить, все, что знаю, расскажу, обещаю. Значит, все, что касается других стадий тяжелых, более-менее. Друзья, сразу хочу сказать, что женщин при третьей, четвертой стадии не вылечит, не вылечит, но вводя его в комплексную терапию, вы просто улучшите самочувствие человека, потому что в нем будет больше энергии, он сможет самостоятельно кушать, он сможет как-то эмоционально себя чувствовать более уверенным, чем, это точно вам говорю, и есть случаи, которые позволили прожить человеку, уже которого сказали, что к сожалению, ничего больше сделать не можем, еще позволили прожить ему еще восемь лет, восемь, причем прожить, а не пролежать, не просуществовать, а именно жить хорошей, нет звука, у меня нет звука, все меня слышат, Александр из Донецка меня не слышит, есть звук, друзья, меня слышно, есть, спасибо большое, вот, друзья, что я хотела вам сказать сегодня, аутоиммунные заболевания лечится женьшиням, надо подбирать дозу. Спасибо большое, сегодня мы с вами обсудили эту тему, на следующей нашу встречу напоминаю вам, что каждую третью среду в 13 часов, ой, простите, еще раз, каждую третью субботу, каждую третью субботу 13 часов мы с вами будем встречаться и обсуждать, как женьшинь работает как профилактика болезни 21 века. Сегодня мы с вами разбирали онкологическую патологию, в следующий раз мы будем с вами разбирать другую патологию актуальную, и так каждый месяц мы с вами будем идти, если у вас есть пожелания, о чем бы вы хотели услышать более подробно, пожалуйста, пишите.